Сегодня воскресенье. Это первые выходные после праздника Дня Благодарения. Мои родители очень удивлены, почему, когда я сдавала экзамен по вождению, не было машин. Вот я хочу показать на примере воскресенья дня, сколько сейчас, 2 часа дня, сколько машин сейчас будет по дороге в магазин, в который мы едем. В общем-то, достаточно пустынно. Машин мало. Да, машин много. Машин мало. Магазин больше всего наш. Парковки забиты. Даже вчера были парковки забиты. Парковаться целая проблема. Ну, вчера парковки были забиты. В пятницу, вчера пятница, особенно было людно везде и в судно. Мест нет, люди затовариваются, покупают подарки на родственство с родным, близким, друзьям, знакомым. Поэтому все ездят по разным магазинам. Причем нет разницы никакой, магазин ли это какой-нибудь продуктовый, либо продовольственный, или промтовары. Очень много машин стоит, как у всяких магазинов типа Майклс, которые продаются, всякая ерунда для интерьера. Рамочки для картин, всякие подсвечники и все остальное, всякие украшения. Либо это Таргет, либо это Уолмарт, либо это какой-нибудь Найки. И везде все забито. И это нужно быть гамбитом, чтобы найти какое-то место и припарковаться, воткнуться туда. Очень сложно, особенно тем, у кого большие траки. Ну, там женщина едет, у нее колеса больше, чем она взрослая. И вот она на такой машине пытается припарковаться в место, где написано компакт. Вот, поэтому, конечно, все это очень сложно и реально, и скидки причем тоже реальные. Поэтому люди едут, отовариваются. И в новостях показывали, что там где-то в Нью-Джерси, где-то в Джорджи, происходит драка, дерутся, отбирают себя. Нет, у нас этого не было, во всяком случае, я такого не верю. Отбирают технику, там чуть ли не какой-то кулачный бой. ММА устраивают, вместо октагона это магазин. Но на самом деле все проходит очень цивилизованно. Люди стоят там спокойно, в очереди, причем очередь такие. Очереди очень большие, длинные, хотя нас очередями не испугать. Вот, я оседлила только один магазин, Old Navy, мне этого хватило. И там действительно скидки были 50%. Вообще мы сделали две закупки. Первую мы сделали закупку через интернет. Через интернет в магазине H&M. Я положила в корзину вещи на сумму 130 долларов. И уже на чек-ауте мне сделали скидку. И получилось, что я должна заплатить 83 вместо 130. 83 с учетом налога. Да, это с учетом налога. О, кто-то елочку везет. Праздник нам приходит. Да, и сделали закупку. Но я, так как я не могу выдержать больше пяти минут в магазине, и для меня это... Стресс. Стресс. Вообще миссия невыполнима. А для меня наоборот это удовольствие. Каждый поход в магазин я себя ощущаю таманкрузом. Только у него миссия заканчивается всегда хэппи-эндом. В моем случае это расстройство моей психики и расшатывание психики моей семьи. Вот. Поэтому Юля самостоятельно сделала вторую закупку в магазине. Физически пошла и купила. И в общем-то скидка действительно реальная. То есть 50% скидка. И это правда. Да, и единственное мы там проверили ценник в интернете. И, ну, грубо говоря, то, что реально... О, енот валялся. И то, что реально заплатили в магазине физически, ну, вот оказалось, что там штаны на 2 доллара дешевле купить было физически. Ну, то есть прийти в магазин, купить покупку, она стоила на 2 доллара дешевле. Хотя очень странно. Интернет-магазин должен, по идее, быть дешевый, потому что ты, ну, ты не платишь там за аренду, да, там, за чувака, который стоит за регистратором, за кассовым поворотом. Ну, в общем, не нужно иметь мерчандайзера и все других странных людей, которые занимаются организацией товара на полках. Вот. И получилось, что дешевле было прийти, в общем-то, оплатить и получить свою... Машин полно. Ну, посмотри, все воскресенье, машин полно. Я не знаю, что... Вообще считается, днем, когда нужно делать интернет-покупки, это понедельник, это кибер-понедельник. Вот ждем кибер-понедельника. Я еще сделала покупки в Заре в черный понедельник. И, ну, к примеру, там, платье, которое я купила за 18 долларов, сейчас уже, оно стоит опять 26 долларов, там, 25,99. Вот. Соответственно, в черный понедельник действительно есть скидки в Америке, и это все правда. Я следила за ценами, я смотрела. Черные пятницы, черные понедельники, скоро появятся черные вторники, средние, четверги, потому четверги... Четверги или четверга? Хотя, говорят, 50% скидки, в общем-то, вы найдете в любом магазине, когда распродается коллекция, когда уже сезонные распродажи, бывают скидки и 70%, поэтому, конечно же, магазины здесь делают большую кассу за счет того, что люди закупаются, не думают, не думая, а американцы вообще не сильно... Общество потребителей. ...заморочены. Это мы, например, знаем, что нам нужно купить. А вот американцы, я видела, что они там накупают, поэтому, друзья, черные пятницы реально существуют, цены никто не взвинчивает, и мы сегодня проверили, действительно, цены в некоторых интернет-магазинах вернулись на предскидочный уровень, поэтому, ну, кто не воспользовался, то... Кто-то опоздал. Да, с аляви, друзья, с аляви. Можно было хорошо сэкономить и прибарахлиться, друзья, прибарахлиться. Так вот, мы прибарахлились немного, но прибарахлились. Ну и все, друзья, подписывайтесь на наш канал. В общем, как говорится, винидьё там зап, винидьё там зап. Делитесь с друзьями и всем пока-пока.